Так вот, давайте дальше попробуем разобраться с этой темой. Кто же такие иудеи, являются ли мы иудеями. Смотрите, просто когда в перерыве мы общались на эту тему, значит, мне вспомнилось такое вот, ну, если мы читали Ветхий Завет, мы должны знать, что, значит, были принципиальные различия между иудеем и празелитом, то есть коренным евреем, рожденным, потомком Аврама Ицхака Иакова, значит, рожденным, исполняющим закон, значит, и были празелиты, то есть в современном иудаизме они называются геры, значит, в оригинале в тексте они так и называются. Герр – это пришелец, то есть это тот, кто пришел и остался, значит, и были принципиальные различия между коренным иудеем и празелитом, то есть даже если человек принял обрезание, взял на себя обязанность исполнять закон, он не имел права на землю в Израиле, потому что земля принадлежала только коренным жителям, это изначально по Божьему определению, также он не имел права приходить в храме самолично приносить жертву, то есть если вы послушаете Юткевича, если вы, может быть, самостоятельно изучите вообще, как приносилась жертва и, ну, порядок, вот вопрос, кто вообще приносил в храме жертву, конкретно, вот, как личность? Священники? Левиты, первосвященник. Рекомендую левитам первая глава, где идет описание жертвы и всесожжения, дома прочитайте и составьте такую табличку, то, что должен был сделать человек в этом жертвоприношении и то, что должен был сделать священник в этом жертвоприношении. Я вам скажу, всю самую грязную работу производил сам человек. Священник, единственное, что делал, он принимал от него кровь животного, чтобы возлить на жертвенник, и он принимал уже вымытые части тела животного для того, чтобы возложить их на костер, ну, и разжигал, заготавливал дрова, вот все вот это вот, разжигал огонь, да. То есть священник выполнял самую чистую работу, вот, то есть, грубо говоря, человек, жарящий шашлык, пачкается не больше священника и не меньше, который приносил жертву. Всю самую грязную работу выполнял сам человек. Левитом, ой, Левитом. Левит, первая глава. А поначалу тут были возгласы священник, священник. Человек приносил жертву Господу. Священник был тем, кто совершал вот эту вот посредническую связь. То есть он просто взял, передал. Жертву приносил сам человек. Понимаете? Да. Из-за себя приносил, да. Не, но там он уже выступал как личность, а не как посредник между Богом и человеком. Значит, так вот, паразелиты не имели права входить туда, поскольку они не евреи, они не могли выйти даже на территорию двора народа, значит, и вот при раскопках найдены таблички, которые были в храме, строго предупреждающие о том, что никто, кроме евреев, не может заходить вот за определенную черту. Тот, кто зайдет, он будет предан смерти. То есть даже паразелиты не могли этого сделать. То есть вот два основных различия. Писание говорит, что Ишуа устранил эту преграду. Он устранил преграду между верующими иудеями и верующими из язычников. И сейчас все, кто принял Ишуа как своего спасителя, как своего Господа, он может приходить через Ишуа к Богу и приносить свои жертвы. Жертвы никто не отменял, они присутствуют, существуют. Понимаете, есть жертва общительности, жертва хвалы, жертва всесожжения, вот это вот та самая жертва живая. Потому что жертва живая, благоугодная Богу, это и жертва Ола, потому что, ну, жертва всесожжения. Потому что она единственная, которая принималась Богом, когда животное еще было живо. То есть там вот, если внимательно почитаете, значит, вы увидите этот момент. Цель жертвоприношения достигалась тогда, когда животное еще было живо. Ну, давайте, давайте по-быстрому откроем Левит, первая глава. Да. Какой стих? Сейчас я, ну, с первого стиха, со второго. И возвал Господь к Моисею, сказал ему в скинье собраний, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им тогда, кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его из всесожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинье собрания, чтобы приобрести благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение во очищение грехов его. Стоп. Значит, смотрите, момент первый. В оригинале нет в очищении грехов, там стоит слово лекопер, что означает для покрытия. Это уже добавили люди, которые делали себе на дальний перевод. То есть это не есть жертва очищения от грехов. Это жертва, в результате которой, давайте вот прочитаем, значит, конец третьего стиха. Вот. Чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. То есть для чего эта жертва приносилась? Не-не-не, не греха. Чтобы приобрести благоволение. Теперь читаем дальше. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения. И что дальше? И что дальше? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...